Свиной камбэк грипп H1N1 кажется пододвинул коронавирус. Впервые за пару лет специалисты озадачены не высоким подъемом ковида, а ростом заболеваемости свиным гриппом. Он уже накрыл почти все регионы страны. В крае уже порядка 20 выявленных случаев. Регистрация гриппа в целом как в России, так и в Алтайском крае. От числа всех исследуемых материалов у нас в районе 10% это вирусы гриппа. Свиной грипп человечество познало еще в 2009 году. Можно сказать, что тогда грипп свое уже забрал. Сегодня летальность от него не такая высокая, да и сам грипп уже не такой коварный и опасный. Наверное это эволюционное развитие пандемии ковида в сторону ее затихания. Складывается такое впечатление и мнение у специалистов. И то, что мы сейчас опять возвращаемся в историю сезонного подъема заболеваний с ОРВИ и гриппом, это ожидаемо. Но я думаю, что правильно относиться к текущим событиям, как к естественному течению исторических событий. Сегодня многие жители по привычке воспринимают любое недомогание за ковид. Хотя, как говорят специалисты, большинство жителей региона сейчас болеют все-таки привычными ОРВИ и даже не коронавирусом и не свиным гриппом. Наша поликлиника одна из самых больших в крае. 26 тысяч подкрепленного населения. И то, что касается роста заболеваемости вирусными инфекциями, если с 21 ноября, вот мы отсчитываем, то заболеваемость выросла на 45%. При этом свиной грипп проявляется несколько иначе, чем коронавирус. Для H1N1 характерно резкое начало. Пациент буквально в течение нескольких часов из состояния относительного здоровья превращается в больного. Вот раз после обеда. И все, появилась резкая слабость, повысилась температура, уже абсолютно нет способности доработать свой рабочий день. Проявления, характерные для ковида или ОРВИ с первых дней, вот эти местные проявления в виде насморка, кашля, заложенности в горле, боли в горле, для гриппа в первые дни не характерны. И лишь только на второй-третий день появляется симптом в виде сухого надсадного кашля. Кстати, сегодня в полтора раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. За последние сутки в регионе зафиксировали 3,5 тысячи вызовов. Врачи связывают это именно с тем, что жители стали чаще болеть ОРВИ. Однако медики напоминают, что с температурой 37-38 логичнее обратиться к участковому терапевту, чтобы сразу оформить больничный и получить адекватную схему лечения. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.